Однажды, когда я первый раз съездила в Данию, мне просто подарили эту поездку, я очень экономно уложилась, купила такой самый недорогой вариант заданий и даже жила в комнатке, где, наверное, могла бы жить принцесса на дорожке. Там было много матрасов, почти не было освещения, но зато было здорово писать сказки. А через год я очень сильно заскучала по Дании, а ехать было не на что. Тут я стала искать работу. Искала-искала, конечно, для меня не знаю еще ни английский, ни датский, какая работа найдется, но она нашлась. Я увидела, что когда-то, много лет тому назад, был в Дании международный лагерь, где были русскоязычные дети и взрослые, и там не нужен был никакой язык, а как раз была нужна я. И вот я отправила свои песни, стихи, и вдруг мне пишет директор этого лагеря, что, вы знаете, я по счастливой случайности сейчас в Москве, давайте мы встретимся. Встретились мы в кафе, и она говорит, я вас могу пригласить с группой детей. А там все по-другому. Это у нас в России группа детей, где врач есть, а там несколько иначе. Можно быть обязательно здоровыми, так оно и было. А директор потрясающая, профессор, педагог, зовут ее Маргарита Попова, можно про нее много почитать, и она прекрасные учебники по психологии издает. И тогда она мне сказала, хорошо, приезжайте сама, с гитарой. Это была такая замечательная поездка, были два города, Одинсер, где родился Андерсон и Копенгаген, куда Андерсон уехал в 14 лет, собрав 14 рексдайлеров, всех в почтовую карету, попрощавшись с мамой и бабушкой, никогда больше не увидев любимую бабушку и уехал в этот Копенгаген. Вот про эту книгу я вам потом отдельно расскажу, тоже волшебная история, если кто сможет найти, почитайте. Андрей Трофимов, называется «Сын башмачников». Вот такая. И когда в Одинсе, у нас половинка вот этого лагеря международного была в одном городе, а половинка в другом, и мы уезжали из Одинса, и вдруг мне Маргарита говорит, я сейчас. И вот она куда-то вышла, пока она вышла, на две минуты я начала писать песню памяти Андерсона. Оказалось, что это был 4 августа, как раз день, когда его не стало. Песню я не дописала, третий, последний куплет был про ворону, так его и нет, но она вполне так звучит. Закончено, называется «Памяти Андерсона». Предлагаю каждому вспомнить свою любимую сказку. Спокойно, сказала Оля, сейчас будем. Твоя душа улетала на небо сказками, И не дыша провожали тебя друзья. И до сих пор детство манит твоими красками, И в сказке той задержалась надолго я, И в сказке той задержалась надолго я. Господь храни твое имя, Твои сокровища горят огни, И вот он всесветил стих. Я так хочу задержаться еще здесь, Да вот еще к твоим рукам, Мне поспей дрозы отнести к твоим рукам, Мне поспей дрозы отнести. Смотри, плывут облаками твои пророчества, И там, и тут твои сказки цветут синий. Я так хочу, чтоб твое оживало творчество Среди моих дорогих близких и друзей, Среди моих дорогих близких и друзей. Мне уезжать, а когда еще счастье выпадет, Увидеть мир, средь которого ты рожден, Пусть грусть мою дождик датский сегодня вымоет, И мне придет от тебя новый добрый сон, И мне придет от тебя новый добрый сон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова